Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. У нас жара жаркая, поэтому я отправляюсь охладиться и свои телефоны охладить в кондиционированный воздух. И сегодня я зашла в Беннеттон, направляясь, конечно же, в мужской отдел, потому что, как я и говорила, я хочу примерить поло. Мне кажется, поло будет очень красиво смотреться заправленным в юбку-карандаш. Прежде всего, с плессированной юбкой нужно посмотреть, возможно, меня будет полнить. И также с брюками палацу, с брюками, такие, как сейчас на мне, то есть прямого кроя, тоже будет смотреться очень хорошо. Беру три цвета, поскольку у меня темно-синие брюки, я беру фуксию, желтый, на мой взгляд, они будут хорошо смотреться с черным цветом. Ну и, конечно же, точнее, с темно-синим, конечно же, белый. Ну что ж, вот она моя примерочка, и сразу я себя чувствую как работник супермаркета, которому выдали форму, к тому же не по размеру. И понимаю я, что, во-первых, нужно заправить, во-вторых, не хватает размера. Я меряю М. Я никак не представляла себе, что М будет смотреться на мне вот так. Все-таки я думала, раз уж не С, а М, то будет чуть побольше объема. Объема не хватает в рукавах. Длины рукава тоже не хватает, поэтому я отправлюсь также в ОВС померить, но только не сегодня. И не хватает, знаете, чтобы с плеча спускалось чуть побольше. Поэтому, на мой взгляд, нужно XL, либо XXL брать и мерить в следующий раз. Потому что вот такое ощущение, что мне просто большевата эта вещь. То есть нет в ней нужного объема, нет нужной длины и ширины рукава. Но, в принципе, заправленно выглядит очень даже неплохо. Такой, знаете, немного морской. Морская тематика, возможно, за счет сочетания цветов. У меня темно-синие брюки, браслеты золотые на руках. Все отсылает к какой-то яхтенной теме. И я думаю, что здесь бы очень хорошо смотрелось также белое поло в полоску. Но такого я не нашла. В любом случае, эту примерку я повторюсь, продолжу. Потому что я, скорее всего, приобрету себе мужское поло. Я устала просить у мужа. Он все время возмущается. И в случае с поло можно носить, конечно же, на выпуск. Будет очень хорошо и красиво. С очень узкой юбкой-карандаш. Возможно, юбкой-карандаш-резинка. Но здесь будет очень также красиво заправлено. И можно применять трюк с резинкой, который я показывала. Если не нравится резинка, вдруг вы боитесь, что она будет выглядывать. Хотя она не будет выглядывать, потому что вокруг нее и закручивается ткань лишняя. Можно использовать пояс тоненький, кожаный, как я показывала. Ну и третий вариант. Наверное, я его поставлю на второе место. На первое место поставлю примерку с фуксией. Мне понравилось больше. Опять же показываю, что не хватает объема в рукаве. Не хватает длины в рукаве. И нужно, чтобы рукав был прямо-таки еще более спущенным с плеча. Но в целом мне нравится. В целом я считаю, что это красивый образ. Тридстайлерский. Опять же, очень городской. Что-то, чего не найти в женском отделе. Отличное от того, что мы привыкли видеть. Мне кажется, этот образ сложился, получился очень красивым. Хорошо смотрится с кедами, с кроссовками. И хорошо будет смотреться также с сандалиями. С сандалиями, наверное, еще будет больше отсылка к какой-то морской и яхтенной теме. Ну что ж, мужской стридстайл стабилен. Это рубашка, джинс или рубашка, белая или голубая. И самые обычные хлопковые брюки. Мужчины молодцы, не забывают надевать ремень. А женский стридстайл продолжает радовать прежде всего наличием каблуков. Каблуков появилось много. Очень часто я вижу прям тонкие каблуки. Сегодня я отправляюсь обедать с мужем. И чувствую себя прямо-таки блогером-блогером. Потому что в этом ресторане знают, кто я, чем я занимаюсь. И все время, мне кажется, мне приносят, как я люблю говорить, блогерскую порцию. Она чуть-чуть побольше, чуть-чуть покрасивее. Я всегда в таких случаях мужу говорю, смотри, как здорово быть мужем блогера. Нам всегда приносят блюда, в котором чуть больше ингредиентов, наверное, чем обычно. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Хотя, возможно, я выдаю желаемое за действительное. Не знаю. Не знаю. Что ж, после ужина мы отправляемся пить кофе в кафе Педроки. После того, как попили кофе в кафе Педроки, прощаемся. Я продолжаю снимать стрит-стайл. А мой муж едет забирать габрюшечку из школы. Ты хочешь сесть? Как будто бы невзначай прислонился к колю. Очень ты мне сегодня нравишься. Прям красоту. А меня заснимешь? Красотунка. Красотунка? Красотунка? Конечно. Снезда? Еще бы. Хрязь. Какие тигры у ног мы встали. У меня фотогеничная эта сторона, а ты так что не вот так смотришь? У тебя фотогенична обе стороны. Да, без маски еще лучше. Нужно опустить, чтобы ноги были длиннее. А я тебе по пояс только сейчас снимаю. Нет, у меня с ногами, пожалуйста. На остаток оставшейся памяти я снимаю красиво одетых, проходящих мимо людей. Стрит стайл радует обилием белых брюк. Все очень стабильно, не только в мужском, но и в женском стрит стайле. Белые брюки, платье, рубашка, очень много хлопка, белого, а также голубого. Очень много вышивки и решелье. Это то, что заполнило улицы итальянские, то, что носят итальянские модницы. Продолжение следует... Продолжение следует... Сандалии очень любимы в Италии. Именно в Италии я научилась носить сандалии и полюбила их. Это действительно очень удобно и очень красиво, очень женственно. Сандалии любые подходят к любому наряду. На витринах большое количество льна. Я уже обращала на это внимание. Лен, по всей видимости, популярен как никогда. Его носят и он широко представлен. Он продается. Двубортные пиджаки. В основном льняные. Либо лен плюс вискоза. Это тоже особенность этого сезона. Рубашки, в который раз обращаю внимание, завязываются. Мне кажется, это красивая тенденция, потому что так рубашка красиво драпируется. Драпируется красиво также шелковая блуза, завязанная на узел. И это смотрится женственно красиво. Вообще, я очень люблю драпировки. Снова платье-рубашка. Макси-длина. Посмотрите, платье здесь многослойное. Носится с джинсами. Джинсы плюс белая футболка. Мне почему-то кажется, что такой лук мы уже где-то с вами видели. Очень часто магазины имеют одинаковые витрины. И мне этот образ очень понравился. Он будет смотреться очень здорово. В качестве обуви, я не помню, что здесь предложено, я бы здесь надела, безусловно, городские мюли. Возможно, даже шлепки на плоском ходу кожаные. Белое платье, короткое, с середины колена, либо чуть выше. Предлагают нам его носить, конечно же, с летними сапогами. В который раз, обращаю внимание, если вы хотите купить себе летние сапоги, и летние сапоги ничем не отличаются от нелетних сапог. Очень много вот такой этнической темы. Мы видели очень много таких вещей, накидок, жилетов именно в начале сезона. Сейчас они уже вроде бы как-то за ненадобностью. Но, по всей видимости, нас уже готовят к прохладному августу. В августе уже такие вещи можно использовать в качестве еще одного слоя. Купальники появились на витринах, но их пока еще мало. Скорее все-таки больше одежды. Поэтому на купальники мы посмотрим в ближайшее время. У меня будет съемка именно магазина из купальников. И могу сказать, поделиться с вами своей блогерской радостью. В этот магазин меня пригласили снимать. Я снимать там не планировала и разрешение на съемку не спрашивала. Обо мне узнали и меня позвали. Поэтому мы с вами побываем, мне кажется, в очень интересном и красивом месте. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok